В университете третьего возраста стартовал курс по обучению культуре и искусству. Его посвятили Году театра в России. На лекциях старшему поколению расскажут об известных актерах, драматургах и живописцах. Кристина Страхова побывала на первом занятии. Слушатели университета с гордостью называют себя студентами, потому что стремятся к получению новых знаний, саморазвитию и, конечно, поиску знакомств. Василий Импер переехал в Белгород со своей семьей совсем недавно. На занятиях для активистов нашел и единомышленников, и возможность расширить кругозор. Люди, которые приходят, они, я имею в виду тех, кто нам лекции читает, они не то что мастера своего дела, они влюблены в свое дело. Это сразу чувствуется, поверьте. Одно из первых занятий курса культуры и искусства прошло в библиотеке филиале номер 7. Оно было посвящено нашему земляку и основоположнику русской актерской школы Михаилу Щепкину. Гостям рассказали интересные факты из профессиональной карьеры актера, его личной жизни и дружбы с Александром Пушкиным. В качестве лектора выступила представитель Пушкинской библиотеки-музея. Она действительно с душой как-то все это рассказывала. Чувствуется, что у человека большие знания по данной теме. Ее было слушать очень интересно. В течение месяца в шести библиотеках города пройдет ряд мероприятий, посвященных культуре и искусству. Помимо курса лекций, организаторы планируют провести семинары и круглые столы. Кроме того, пройдет еще факультатив у них. Это православная культура. По многочисленным просьбам они хотят общаться. Вот будет преподавать у нас матушка Ирина. На данный момент завершены уже три курса для пенсионеров. Лекции по финансовой грамотности помогли узнать тонкости российского законодательства. Курс «Здоровье и безопасность» позволил получить знания, которые помогут избежать несчастных случаев. Одно из самых популярных направлений «Компьютерная грамотность» продолжает набор в течение всего года. Теперь обучаться могут люди и предпенсионного возраста. Учебный год завершится курсом «Активное долголетие», который пройдет на базе загородных оздоровительных лагерей. В День пожилого человека каждый выпускник получит свидетельство об окончании университета. Кристина Страхова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова